Здравствуйте, это прямой эфир в студии Мария Варгина. Сезон благоустройства в разгаре о том, что уже сделано и что еще предстоит. Сегодня говорим с первым заместителем главы администрации Серпухова Олегом Сотником. Олег Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер, Мария. Рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира 12444. Мы ждем ваших звонков. Олег Анатольевич, за лето мы, как правило, уже привыкли к тому, что Серпухов, облик города меняется кардинально. А вот насколько масштабны будут перемены в этом году? Да, мы на самом деле привыкли и мы стараемся, чтобы каждый благоустроительный сезон дарить нам, нашим жителям, нашего города и тем гостям, которые приезжают, какие-то новые объекты, значимые, которые, ну, в общем-то, позволяют и более интересно проводить свободное время и более комфортно проживать в нашем городе. В этом году из таких самых значимых проектов, которые реализуются, это благоустройство парка Олега Степанова, даже не благоустройство, я бы сказал, полная реконструкция, которая позволит привести парк к современным требованиям, как и по качеству, так и по безопасности. Появятся новые спортивные площадки современные, прогулочные зоны, будет качественное современное освещение, Wi-Fi, то есть все эти атрибуты современной жизни, которые мы уже видели в больших городах, и это все будет у нас. Ну, также идет уже работа в парке Жемчужина, вокруг пруда мы обустраиваем зону отдыха, это, ну, в общем-то, как пляж с обустройством деревянного настила, будут также все те атрибуты, которые необходимы для летнего отдыха. Там поставим и зарядные станции, и для телефонов, и для современных электросамокатов, то есть будет все то, что должно быть в современной жизни окружать человека. Олег Анатольевич, прям сразу вас перебью, потому что у нас уже есть первый звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Я очень рада вас видеть, потому что какой бы вопрос ни задавал, всегда получаешь ответ. Значит, Борисовское шоссе, дом 9. Мы, значит, находимся на шоссе. С двух сторон шоссе идут столбы освещения. На этих столбах, значит, такие фонтанчики предусмотрены, бело-красно-синего, солючка такого. Так вот, уже больше года, значит, не вдоль нашего большого дома, а напротив, вдоль маленьких частных домов, там фонтанчики, вот эти украшения, не работают уже больше года. Вот, хотелось бы, чтобы они заработали. Хорошо. Там есть фонтанчики? Спасибо. Мы посмотрим, да, там, видимо, новогодние украшения, их, видимо, сейчас выключили на летний период, но мы посмотрим. Все будет работать. Конечно. Возвращаемся к жемчужине. Да, вы помните, что было много дискуссий, мы собирались с жителями, потому что поступало предложение обустроить там вейк-парк для катания. Ну, жители микрорайона, в общем-то, попросили этого не делать по разным причинам, мнения разделились. Тем не менее, мы прислушались к мнению большинства. Ну, это была, как бы, дополнительная такая опция, скажем так, для развития спорта. Ну, в общем-то, мы от этой идеи отказались. Может, сделаем позже, в другом месте, может, не будем делать. Но, тем не менее, все запланированные работы ранее по благоустройству этой зоны, зоны отдыха у воды, они проводятся, подрядчик работает, уже, в общем-то, набирает обороты. И мы надеемся, к концу сезона его также закончить. Это что касается мест массового отдыха. Также в этом году мы делаем по программе комплексного благоустройства 8 дворов. Запланировано ранее было 4, но Министерство благоустройства поддержало нас и выделило дополнительные средства еще на 4 двора. Поэтому работы идут также полным ходом, несмотря на все трудности, которые имеют место быть, удорожание, материалов. Подрядчики нам понятны, подрядчики работают и в выходные, и в праздничные дни. Поэтому надеемся, что эти работы закончатся к концу летнего периода и будут радовать наших горожан. И во дворах будет, в общем-то, хорошо и уютно. У нас основные, ну, помимо этого, все-таки мы закончили в этом году программу по обустройству детских игровых площадок по программе губернатора. Мы помним, что в прошлом году в связи с пандемией эта программа была свернута. Но, тем не менее, губернатор пообещал. И, в общем-то, все площадки эти установлены, мы их увидели в сквере Исток и на улице Советской, то есть в Липецах. То есть все, что мы обещали по этой программе, мы выполнили. Также идут работы по обустройству универсальных спортивных площадок. Жители с улицы Дальни очень долго просили привезти в надлежащее состояние детскую универсальную спортивную площадку в их дворе. Но она уже была в таком состоянии, что проще, в общем-то, было и, наверное, правильнее установить новую. Мы установили с новым покрытием, с искусственным газоном. Мы отказались от резинового покрытия, потому что оно на спортивных площадках недолговечное. Он постоянно выходит из строя, рвется. И вот сделали искусственный газон, он несколько дороже, но надеемся, что срок его службы будет значительно больше. И, конечно, качество тоже совершенно другое. Продолжаем также работы по приобрели лавочек, лавочки, урны по просьбе наших жителей, особенно по жилой части, устанавливаем, где им необходимо. Потому что некоторые жители обращаются, пожилые особенно, что от магазина до дома идти далеко, и где-то хочется передохнуть. Вот мы на Горькову установили две лавочки, еще обращаются люди. То есть все эти обращения мы их рассматриваем и, конечно, по возможности сразу же реализовываем. Давайте, Олег Анатольевич, еще прервемся и послушаем телезрителя. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хочу обратиться к Олегу Анатольевичу. Олег Анатольевич, в прошлом году, в сентябре месяца, мы дозвонились к вам тоже в прямой эфир со своими вопросами. Мы, значит, улица Парковая, идет Новослободская, Целинная, вот наш пятачок, небольшой пятачок. У нас деревья вообще не обрезаются, гнилые деревья не спиливаются, у нас нет детской площадки, нет парковки, нет дворников. В общем, у нас столько вопросов. Хотя бы кто-нибудь из администрации приехал, в том году прислали каких-то молодых людей. Но мы им высказываем свои претензии, они стоят, молчат. С ноги на ногу переминаются, никакого внятного ответа нам так и не дали. Но если у нас старые двухэтажные дома, да, я понимаю, но тут же тоже люди живут, тут же тоже есть дети. Куда-то вот поставить машину надо. Ну что ж это такое, хотя бы кто-нибудь, или вы, или купецка, я смотрю постоянно Серпухов. Постоянно вы куда-то выезжаете сами на место, смотрите, ну приехайте хоть к нам один раз. Сколько у нас было мэров, ни один мэр не был в этом микрорайоне, ни один. Последние два раза, когда мы выезжали с главой, мы были на улице Целинной. Там есть у вас проблемная мусоросборочная площадка, и мы специально проводили совместное совещание с руководителем МСК НТ. И дважды их водили и на улице Целинной, где там есть объект теплости. И такая в ненадлежащем состоянии мусоросборочная площадка. Про мусоросборную площадку мы вообще уже молчим. Нет, а мы не молчим, мы этим вопросом плотно занимаемся, она будет реконструирована. И с МСК НТ мы тоже ведем плотную работу. Не далее, чем как на этой неделе глава пригласила руководителя генерального директора МСК НТ для того, чтобы еще раз обговорить те проблемные вопросы, которые существуют у нас по мусору. Но это, я так понимаю, тема немножко другая. Вас беспокоит именно дворовая территория и деревья. Мы сделаем так. Вы оставьте свой телефончик, и я пришлю завтра к вам по деревьям, посмотрите с комбинатой. Самые проблемные деревья мы спилим. Тем более, если обещали. Я оставила девушке телефон, который соединялась. Завтра с вами свяжутся и покажете то, что вам надо. Да, хочу, чтобы кто-то из старших руководителей выехать. Юлия Олеговна, вот сами подъехали, посмотрели с твоими глазами. Подъеду. Вы были на мусорной площадке, но хотя бы вы зашли во двор, буквально 15 метров. Да, я был в этом дворе, но я подъеду еще. Хорошо. Я с вами созвонюсь, и мы встретимся. Утром. Мне кажется, да, запрос жителей, вот именно когда представители администрации выезжают и на месте решают вопросы, становится все популярнее. Становится популярнее, да. Да, и чем мы больше ездим, тем мы больше понимаем, что надо делать еще больше. Мы, конечно, стараемся. И даже, вот честно говоря, в этом году не было плана по комплексному благоустройству дворовых территорий. То есть мы в прошлом году его выполнили, и в этом году его делают только те, кто не справился с этой задачей в прошлом году. Но, тем не менее, глава дала поручение, и мы все равно этим вопросом занялись. И рассматривалось четыре, потом появилась возможность сделать еще четыре. Мы согласились, поэтому мы делаем, продолжаем делать. И помимо комплексного благоустройства, мы во многих дворах делаем уже в рамках своих полномочий. Это и на улице Карла Маркса, на улице Центральной, 141. То есть все, что мы выезжали, обещали жителям, мы реализовываем. Не всегда получается это сделать сразу, к сожалению. Потому что запрос большой у жителей, возможности не всегда нам позволяют. Но, тем не менее, мы все-таки анализируя те обращения, которые идут от жителей, пришли к выводу, что, наверное, больший запрос идет на строительство тротуаров. Потому что мы живем в большом городе, с дорогами мы как-то разобрались, уже такой кричащей проблемы нет. Но очень много обращений жителей именно по тротуарам. Мы видим улицу Пионерскую, Пролетарскую, улица Школьная, 12-я школа, там тротуара нет от слова совсем. И очень много места, поэтому там, где он просто необходим. Потому что люди ходят, им это нужно. И в этом году мы более 50 тротуаров делаем по двум программам. По программе Министерства транспорта мы практически уже завершаем строительство тротуаров. 26 мы сделали, у нас там еще осталось немного. И с завтрашнего дня по линии Министерства благоустройства мы будем делать еще 27 тротуаров. То есть столько тротуаров в городе не делалось никогда. Ну и все дороги, которые мы строим новые в городе, они уже априори идут с тротуаром. Вот улица Красивоотделочная, допустим, школа, 4-я школа. Выезжали мы туда с главой. И, в общем-то, там дети в школу идут только что в резиновых сапогах. Проехать невозможно. И неправильно это было от слова совсем. Поэтому мы отпроектировались и сделали капитальный ремонт всей этой улицы с обустройством тротуаров, всей дорожной инфраструктуры, пешеходных переходов. И сейчас там идет также ремонт улицы Целинной, да? У нас в той же стороне цеховая Целинная. Просто у нас и та, и та. И уже в этом микрорайоне будут более-менее нормальные условия для жителей. Они могут и нормально передвигаться на личных автомобилях, и также могут пешком. Олег Анатольевич, давайте послушаем жителей. Снова звонок у нас. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Олег Анатольевич, у нас вопрос всего дома. В сентябре месяце в прошлом году в прямом эфире мы обращались к вам, но в осен и не там. 30-го числа мы обращались на горячую линию президента по поводу благоустройства нашего двора. А какой у вас адрес? Ворошилова, 165В, Владимир. Центр города. Восемнадцать или семнадцать лет назад погибла девочка со старца дома. Ее засыпало землей. На том месте, как памятник вот этой трагедии, помойная яма и арык. Там абсолютно не укосится трава. Территория дома наша ужасна, конечно. Детей много в подъезде, в двух подъездах нашего дома. Но в результате никто ничем не занимается. У нас появился чистый город. Ремонтник еще каким-то образом помогали. Ребята реагировали. Сейчас чистый город абсолютно ничего не делает. Значит, что это за чистый город? Начиная с декабря месяца, по март месяц мы писали через МФЦ на имя Юлии Олеговны письмо всем домам. Все 44 квартиры. Вы нам так и не ответили на это письмо до сих пор. Территория зимой не убиралась у нас абсолютно. Подъезды не мылись. Обстановка была ужасная. На сегодня мы моем подъезды сами. Вот такая ситуация. Значит, сегодня мы видели такую картину. Разбавленной краской мазали наши скамейки. Это, наверное, после обращения президента. То, что мы обратились к Владимиру Владимировичу, чтобы навели порядок. Значит, и главному инженеру, так как мне ответили, то, что ТЭЦ должна отвечать за эту территорию и за эти ямы. Я тоже обращалась неоднократно. Значит, ну, в результате никто не делает никакого капитального ремонта двора. Двор, как вот мы заехали 17 лет. 12 лет назад господин Жданов еще был. 29 декабря, я не оговорилась, 29 декабря в мороз нам поставили строительную площадку, которую в прошлом году полностью строительная детская площадка. Там и спорткомплекс был. Ну, в общем, ее демонтировали и в прошлом году увезли. Сейчас на этой территории гуляют собаки. Абсолютно никто за этой территорией не наблюдает и никто ее не убирает. Дворник узбек приходит, наводит в небольшой порядок и уходит. Подъезды не убираются на протяжении 7 месяцев. Мы об этом в письме писали. Если у нас так все хорошо, почему у нас так все плохо? Олег Анатольевич. Ну, конечно, посмотрим, но я все обращения, в общем-то, как-то мы отрабатываем. Если письмо пришло в администрацию, сама система устроена таким образом, что не может быть, чтобы на него не ответили и не отреагировали. Ну, в общем-то, наверное, нет смысла об этом говорить. Мы приедем к вам. Но с точки зрения содержания дома и придомовой территории, это, в общем-то, зона ответственности управляющей компании, которую жители сами себе выбирают. И жители вправе требовать своей управляющей компании качество услуг, которые им оплачены. Выполнение качественного выполнения услуг. Вот сегодня к нам приезжал по нашему обращению заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Веселов Дмитрий Евгеньевич. Мы как раз обходили жилой фонд группы компаний ПИК. Как раз по всем тем вопросам, о которых вы сейчас сказали. Мы были на улице Лермонтово, Борисовское шоссе. И, конечно, мы обязательно зайдем и в ваш двор. Поэтому, если управляющая компания не выполняет надлежащим образом свои полномочия, то первое, куда надо обратиться, это государственная жилищная инспекция, которая как раз и в ее функции входит контроль работы управляющей компании. Но если это системная проблема, то вам вправе выбрать другую управляющую компанию, которая работает лучше. Я так предполагаю. У вас, наверное, опять же, группа компаний ПИК. Судя по адресу. Ну да, центр города. Ну, оставьте свой телефон. Мы с вами встретимся и на месте все обсудим. Олег Анатольевич, мы вернемся к тротуарам. Да. Вы сказали, что с завтрашнего дня подрядчик выходит на работы. Это уже, скажем так, вторая волна. То есть, по первой мы практически заканчиваем по линии Минтранса. И вот с завтрашнего дня начинаем тоже масштабные работы по строительству тротуаров. Это востребовано. И жители много нас об этом просят. Поэтому мы, в общем-то, будем этим заниматься. Следующий такой серьезный этап – это инициативное бюджетирование, где жители частично, ну, небольшими деньгами, но участвуют в этом проекте. У нас будет продолжение в большевике вот этой пешеходной зоны. Первый этап мы выполнили в прошлом году. И в этом году мы продолжаем благоустройство этой территории. И в поселке Пролетарской, в Пролетарском тоже, где у нас памятник воинам Великой Отечественной войны, будет благоустройство всей этой территории. Также у нас вовсю ведутся работы по ремонту места захоронения на Соборной горе. К сожалению, они уже пришли тоже в неприглядное состояние. Плитка отваливалась, трескалась. Поэтому мы попали в программу, по которой сейчас проводится ремонт. И также по линии Министерства благоустройства мы там будем обустраивать новые ограждения красивые, потому что то, что там есть, в общем-то, не поддается критике. И также планируем обустройство парковок, освещения, потому что это место притяжения туристов. Люди должны иметь возможность приехать, поставить свой автомобиль и, в общем-то, насладиться красотой нашего города со смотровой площадки. Поэтому в этом году мы предполагаем там тоже привезти все в надлежащее состояние. Еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, Олег Анатольевич. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот Юлия Евгеньевна около года назад была на улице Центральной, дом 142. Здесь находятся три корпуса и внутри находится детская площадка. Да. А планировали сделать благоустройство, частично снесли, но до сих пор так ничего и не делали. Да, планируется. В этом году мы все сделаем. У нас уже прошли практически все процедуры закупочные. И помимо обустройства детской площадки в этом дворе, мы еще будем делать парковку вдоль межквартального проезда, где у вас сейчас стоят машины. Ну, наверное, если правильно так проще сказать, вдоль забора СНТ, где они у вас на траве стоят, там будет парковка. То есть все, о чем мы говорили, Юлия Олеговна, все, что обещала, в этом году будет реализовано. По вашему адресу, это точно. И еще тогда один вопрос сразу, параллельно по поводу парковки. Извините, что перебиваем вас. А у нас все двора периодически выводят эвакуаторы машины. На каком основании? Ну, я не могу это прокомментировать, потому что там присутствует сотрудник ГИБДД, который, в общем-то, в рамках своих полномочий выполняет эти действия, скажем так. Ну, тогда пускай они хотя бы объяснение людям дадут, как парковаться. Пусть вывешивают на подъездах, где как нельзя парковаться. Потому что это тоже, на самом деле, неправильно. Люди приезжают с работы, подходят машины, а утром просыпаются, а машины нет. Давайте сделаем следующим образом. Вы оставите свой телефон, мы попросим, свяжемся с ГИБДД, и попросим у них разъяснение, и тогда каким-то образом эту информацию либо вам непосредственно, либо через вашу управляющую компанию доведем до жителей ваших домов. Спасибо вам большое. Мы возвращаемся к Соборной горе. Мы были, кстати, там вот на прошлой неделе, там работы действительно уже кипят. Насколько вообще изменится мемориал? Или он все-таки сохранится? Мемориал не изменится в принципе. Там, в общем-то, время идет, начала трескаться и отваливаться плитка. Мы ее демонтировали, увидели, что вот это кирпичное основание в некоторых местах растрескалось и начало, в общем-то, расходиться. Поэтому мы приостановили на некоторое время эти работы. Сейчас наш граждан-проект разрабатывает конструктив, но я думаю, это там буквально день-два. И мы эту конструкцию усилим для того, чтобы после всех работ у нас он не ломался, не отрезкивался. Ну, где-то плитка пришла в негодность, которая на тротуарах находилась, трава начала прорастать. То есть, те работы, которые дадут, в общем-то, освежат, приведут в надлежащей стайне. Ну и помимо этого, на Соборной горе будут установлены новые ограждения вдоль частного сектора. Там, где смотровая площадка, тоже будет новое ограждение, современное, красивое. И у основания Соборной горы, то есть со стороны, как мы заезжаем, со стороны Советской, также будет оборудована парковка, освещение для того, чтобы, как я уже ранее говорил, те люди, которые приезжают к нам в гости, могли оставить свой автомобиль и подняться уже, посмотреть на красоты нашего города с смотровой площадки. Послушаем еще один звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос, Олег Анатольевич, скажите, пожалуйста, по улице Пушкина насчет тротуара. По улице Пушкина в этом году будет сделан тротуар от Московского шоссе до моста через Железную дорогу. То есть весь этот участок, где отсутствует сейчас тротуар. До автозавода, да, наверное? Да, да, да. А, хорошо. Вот это как раз будет во второй волне, то, о чем я говорил. Уже вот во вторник, ну, завтра подрядчик выходит на разбивку. Мы определим наиболее приоритетные места, где, наверное, все-таки школа это самый такой важный у нас объект. И будем... У нас по этой программе порядка 24 тротуаров, поэтому... Это вот так называемые народные тропы, да? Да, да, да. То, что то, где жители раньше ходили, но не было асфальта. А вот, кстати, о школе. Новая школа строится в микрорайоне Иванские дворики. Я знаю, что там тоже вокруг школы запланировано большое благоустройство. Да, конечно. Потому что красивая современная школа, будет много детей. Их, конечно же, будут привозить на машинах родителей. А обустройство дорожной инфраструктуры, оно, в общем-то, необходимо. Поэтому у нас уже вышел подрядчик по улице Юбилейной начатой работы. То есть мы сделаем сквозной проезд. Буквально 3-4 года назад мы, когда предполагали сделать сквозной проезд, ну, как-то мнения у жителей разделились. Не все хотели, чтобы там ездили. Но машин становится все больше. И те, кто не ездит там, они ездят просто по дворам. И там была неприятная ситуация. Там сбили девочку в дворе. Поэтому принято решение, и жители его поддержали, сделать там сквозной проезд, чтобы не создавать вот этой там пробочность, скажем так. Потому что один пытается заехать, другой выехать. Люди, особенно в утренние часы, когда едут на работу, разъехаться не могут. Кто-то едет в школу, кто-то на работу. Нареканий было много. Мы переставили оттуда киоски и сделаем и эту улицу, и с правой стороны от школы тоже там будет обустроен тротуар и обустроены парковочные места. Я думаю, будет намного жителям комфортнее. Ну и, конечно, вокруг новой школы должно быть все новое, красивое. Олег Анатольевич, вот мы очень часто рассказываем жителям о голосованиях, в том числе на сайте Добродел, когда можно вот в этом году выбрать то, что будут ремонтировать в следующем году. Вот в этом году есть какие-то такие работы, которые выбрали именно жители? Да, у нас в этом году делается дорога Южной дачи. Очень много было голосов за нее, густонаселенное СНТ, и проголосовало очень много людей. И, в общем-то, в программе нам выделили специально средства именно на эту дорогу. Поэтому мы призываем жителей быть более активными. Там, где жители хотят, у них это получается. Если нужно, мы готовы подсказать, научить, рассказать. Ну, в общем-то, там не очень сложно, но для этого надо всем дружно за это дело взяться. И тогда все получится. Они, программы по голосованию идут и по светлому городу, ну, по всем основным мероприятиям проводятся голосования. И наша обязанность, те адреса, где победили жители в своем голосовании, мы их обязаны сделать. Уже даже независимо от наших желаний и возможностей. Это наша обязанность. Ну, к Южным дачам уже дорога готова, да, насколько? Ну, она не совсем готова. К сожалению, там были серьезные технические проблемы. Но уже первый слой готов, трактуар готов. Ну, осталось уже последние штрихи, скажем так. Олег Анатольевич, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Говорите, вы в прямом эфире. Да, да, говорите. Здравствуйте. Мы вот жители по Таруцкому переулку. Мы жители по Таруцкому переулку. Вот. Вот у нас поменялись ливневки. Ливневки. Вот. Самой весны мы спотыкаемся. До того, до этого, до ливневок, мы мучились. Булыжники у переулки. Вот какой-то кусочек. Сверху заасфальтировано. И этот кусочек, вот мы пожилые люди, мучаемся, так мучаемся. Даже падаем, вот зацепляемся за эти камни. А ведь было обещано в 2007 году переулок сделать. Какой еще раз переулок? Я знаю, о чем речь. Таруцкий переулок, дом 6. Да, мы с вашим соседом выезжали. Он был обеспокоен тем, что с ливневки вода выходит на рельеф. В общем-то, было, наверное, справедливое замечание. Мы сделали, скопали там кольца для того, чтобы вода отставила весь этот пыль, грязь, которая идет по ливневке. Но то, что было, мы восстановили. Но судя по тому, что там сейчас есть, нам надо что-то сделать там еще. Поэтому мы посмотрим. Мы пообещали жителям подсыпать, выровнять еще дополнительно. Поэтому мы работы не закончили. Подрядчик еще не отпускали. И приведем территорию там в порядок. Пожалуйста, хоть щебеночкой подсыпем. Хорошо, подсыпем. Олег Анатольевич, вот, кстати, по поводу ливневок. В прошлом году этот вопрос стал очень остро. В этом году уже какие-то работы были проведены. Да, проведены. В общем-то, как раз вот наша жительница то, о чем говорила. Мы убрали воду с улицы Карла Маркса и с улицы Космонавтов. Там постоянная была проблема. Причем она настолько серьезная, что она мешала даже автобусному движению. Мы построили там ливневку, убрали воду со дворов многоквартирных домов и убрали воду с улицы Карла Маркса. А локальные ливневки мы делали это на улице Советской. Там от подъезда убрали воду. Также вот жители на улице Крупской 4. У них вода, и когда дождь, подойти к подъездам невозможно. У нас прошли все процедуры, и мы где-то через неделю приступим там к работам. Ну и серьезная работа, это была промывка всей ливневой канализации на улице Советской и с привокзальной площади. Получилось так, что на привокзальной площади в ходе ее реконструкции ливневка была вся сделана. Но из-за того, что дальше линия была забита, ее многие годы не чистили, вода не успевала уходить. Поэтому мы в этом году промыли от улицы Фирсова вниз двор внизу, который всегда подтапливал сильные дожди. И в общем-то проблема уже как таковой нет. Да, конечно, вот когда был очень сильный дождь, вода где-то в течение получаса накопилась, но она быстро ушла. Но этого и не может не быть, потому что на этот участок вода идет и со всей улицы Советской, и с Ворошилова, и от нового торгового центра. Поэтому там объем очень большой, но тем не менее она справляется. Олег Анатольевич, у нас остается буквально пару минут до конца эфира, и есть еще один звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Олег Анатольевич, в Борисовской шоссе двор благоустраиваемый. Значит, я сегодня вышла на улицу, там что-то так кромсают деревья. Даже страшно стало. Мы их вроде выращивали, выращивали, и старых там не особо много. Но вот что-то там кромсают деревья очень сильно. И вообще их прямо убирают. Вот это неприятно. Ну, знаете, это всегда, к сожалению, такое имеет место быть. Для того, чтобы обустроить, приходится чем-то жертвовать. Но, знаете, как? Вот перед этим женщина звонила, она наоборот переживает, что у них не убирают деревья. Поэтому мы поступаем следующим образом. Мы, в первую очередь, убираем аварийные и больные деревья. И если, допустим, ну, скажем так, должна быть детская площадка. Посреди нее не может быть дерево, правильно? Поэтому мы это дерево, к сожалению, вынуждены убрать. Но мы осенью и весной, каждый год проводим акции «Посади дерево». Поэтому, если мы у вас и уберем какие-то деревья, то совместно с вами мы осенью придем, вы выберете, какие бы вы хотели деревья, и вместе с жителями вашего двора их посадим. И деревьев у вас будет еще больше. Поэтому вы оставьте... Еще, я хочу сказать, вы как раз деревья срезали у подъездов, не на площадке. Ну, я к примеру говорю. Я сейчас не могу сказать причину, но обычно эти вещи делают по согласованию. И если надо, мы с вами осенью встретимся и посадим молодые. Олег Анатольевич, остается буквально три минуты. Давайте про ливневки закончим. Кроме Карла Маркса и советской, еще же на детской поликлинике, да, там тоже чистили? Да, на детской поликлинике. Ну, мы их почистили, доделали, подделали. Но тоже очень большая потребность в ливневках. Конечно, каждый год мы их будем делать. У нас на Ворошилово есть место, где жителям некомфортно, когда сильный дождь, стоит лужа, и, в общем, там сложно пройти. Поэтому у нас и проект есть уже по нескольким ливневкам. И постепенно мы все эти лужи будем убирать. И я еще хотел сказать, у нас много было обращений в Дракино по прокладке нового автобусного маршрута. Жители долго обращались, но не было возможности в связи с уличной дорожной сетью пустить автобус. В этом году также у нас выделены бюджетные деньги, мы сделаем там уширение. Это позволит запустить там автобус. Жители очень просили, их не один год. Также у нас будет уширение дороги на улице пересечения оборонной с московским шоссе. Это позволит разгрузить этот перекресток, чтобы люди не стояли в пробках на светофоре и не ездили, не объезжали светофор по дворам. Поэтому работаем, дел много. Да, даже еще рассказывать, мы много что делаем. Ну сезон еще как раз, сейчас середина, наверное, сезона. Вы знаете, календарь на самом деле так быстро летит, поэтому каждый четверг мы собираемся с подрядчиками. Еженедельно мы объезжаем все места, где у нас проводятся работы, для того, чтобы в срок как можно раньше. Ведь на самом деле хотелось бы, чтобы люди еще в этом году успели этим всем попользоваться. Есть определенные трудности, но это, наверное, наши трудности. Мы с ними боремся и уверен, что со всеми трудностями справимся. И все объекты мы закончим в те сроки, которые нам были определены. Олег Анатольевич, спасибо вам большое за встречу. Удачи и успехов. Всего доброго. Всего-всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok